Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем Евангелие от Марка с толкованием блаженного Феофилакта. Надо было включить вот это сначала. Похоже, что никого нет. Все, закрываем. Так, это у нас что получается? Поехали. Евангелие от Марка 1.35-39. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним и, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Толкование блаженного Феофилакта. После того, как исцелил больных, Господь уходит в уединенное место. Научайте нас, чтобы мы не на показ сделали что-либо. Но если сделаем какое добро, спешили бы скрыть его. И молится он также для того, чтобы показать нам, что все, что не делаем доброго, должно приписывать Богу. Иакова 1.17. Сам по себе Христос даже не имел нужды в молитве. Далее. Когда народ искал и сильно желал его, не отдается ему, хотя принимает это с благосклонностью. Но идет и к другим, нуждающимся в исцелении и наставлении. Ибо не должно ограничивать дела учением одним местом. Но надо б на всюду рассеивать лучи слова. Но смотри, как он соединяет с учением деяния. Проповедует, а потом изгоняет и бесов. Так и ты учи и вместе твори дела, дабы слово твое не было тщетно. Иначе, если бы Христос не показал вместе и чудес, то слово его не поверили бы. Комментарий Игнатия Лапкина. Наши рассуждения только из области воображения. Мы можем предположить и даже с уверенностью, что язык и рука блаженного Филакта были движены Духом Святым. И что эти слова должны непременно исполняться ежедневно вчера и сегодня и до последнего дня. Но на практике мы видим, что православные пастыри с Библией в руках не идут ни в народ, ни нам вон и не толкуют Священное Писание, потому что не знают его совсем. Из тех, кто слушает их, не евангельские, хотя и редкие проповеди, в дальнейшем будут выходить также такие же мертвые пастыри, ибо ученик не выше Учителя. Значит, слова, сказанные Филактом, исполняем не мы, православные. Тогда кто же? Ведь они должны быть непременно выполнены. Отсюда и рождение разных ересей и сект, потому что каждый, чью сердце горит любовью к Господу и к Слову Его, по своему разумению, слабому и греховному, начинает толковать Библию, даже не зная о существовании 19-го правила 6-го Вселенского Собора, запрещающего толковать Библию вопреки Святым Отцам. Псалом 118.11 Сердце мое сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. В каком бедственном состоянии находится православная церковь среди бушующего моря, когда погашен светильник, Слово Его, животворящее мертвых. Псалом 118.105 стих Слово Твое, светильник ногей моей и свет стезей моей. О, если бы слова Феофилакта приняли сегодня, как повеление благословения. Не должно ограничивать дела учением одним местом, но надо бы всюду рассеивать лучи слова. Это слова, которые толкует Баженов и Феофилак. Я ничего не добавляю. Марка 1-й глава с 40-го по 42-й стих. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простил руку, коснулся и сказал ему, «Хочу, очистись». После всего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Толкование. Благоразумен был прокаженный и веровал, посему не сказал, «Если попросишь у Бога». Но веруя в него, как в Бога, сказал, «Если хочешь». Христос прикасается к нему в знак того, что ничего нет нечистого. Закон запрещал прикасаться к прокаженному, как к нечистому. Но Спаситель, желая показать, что нет ничего по природе нечистого, что требования закона должны упраздниться, и что они имеют силу только над людьми прикасаться к прокаженному, тогда как и Елисей столько боялся закона, что и видеть не хотел ни Емана, прокаженного и просившего исцеления. Марка 1, глава 43 по 45. И, посмотрев на него, строго тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, восхитительство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Толкование. Из всего научаемся также не выставлять себя на показ, когда оказываем кому добро, ибо вот Иисус сам велит очистившемуся не разглашать о нем, хотя он и знал, что тот не послушается и разгласит. Однако, научая нас не любить тщеславие, велит никому не говорить. Но, с другой стороны, всякий облагодействованный должен быть признательным и благодарным, хотя бы благодетель его и не нуждался в том. Так и прокаженный разглашает о полученном благодеянии, несмотря на то, что Господь не велел ему. Христос посылает его к священнику, потому что по повелению закона прокаженному не иначе можно было войти в город, как по объявлению священнического об очищении его от проказы. В противном случае он должен был изгоняться из города. В то же время Господь велит ему принести и дар, как по обыкновению приносили очистившиеся. Это во свидетельство того, что он не есть противник закона. Напротив, сколько дорожит им, что заповедуемым в законе он и повелевает исполнять. Марков 2 глава с 1 по 5 стих. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум. И слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился. И прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Толкование. Вера в мужей, принесших расслабленного, была столь велика, что они проломали кровлю дома и спустили его. Посему и Господь подает ему исцеление, видя веру сих принесших или и веру самого расслабленного. Ибо и он сам не позволил бы взять себя, если бы не веровал, что исцелится. Впрочем, Господь часто исцелял ради веры одного приносящего, хотя приносимый не был верующим. И, напротив, часто же врачевал ради веры приносимого, хотя приносящие не веровали. Прежде всего, отпускает он грехи болящему, а потом врачует болезнь, потому что труднейшие болезни большей частью происходят от грехов. Как и в Евангелии от Яна, Господь производит от грехов же болезнь одного расслабленного. Этот упоминаемый у Яна расслабленный есть не один и тот же с упоминаемым ныне. Напротив, это два разных человека. Ибо упоминаемый у Яна не имел человека помогающего, а нынешний имеет четырех. Первый был у купели овчий, а этот в дому, тот в Иерусалиме, а сейф в Капернауме. Можно найти и другие между ними различия. Но должно сказать, что упоминаемый у Матфея, глава 9, И здесь у Марка есть один и тот же. Марка 2, глава 6 по 12 стих. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что Он, что Он так богохольствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми в свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Толкование. Фарисеи обвиняли Господа в богохульстве за то, что Он отпускал грехи, так как это принадлежит одному Богу. Но Господь дал им и другое знамение Божества Своего, знание сердца их. Потому что одному Богу известно сердце каждого, как и пророк говорит, «Ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих». Второе параллель по имену, 6 глава, 30 стих. «Между тем фарисеи, хотя и было Господом открыто, что у них в сердце, остаются бесчувственными и знающими, сердца их не уступает того, чтобы он мог врачевать и грехи. Тогда Господь через исцеление тела удостоверяет в том, что Он исцелил и душу, то есть посредством явного утверждает сокровенное и посредством легчайшего труднейшее. Хотя это казалось им иначе. Ибо фарисеи исцеление тела, как действие невидимое, почитали труднейшим, а врачевание души, как невидимое, легчайшим. И рассуждали, как бы так. Вот обманщик, который отклоняет от себя исцеление тела, как дело очевидное, и врачует невидимую душу, говоря, прощаются тебе грехи. Если бы Он в самом деле мог исцелить, то, наверное, исцелил бы тело, а не стал бы прибегать к невидимому. Посему Спаситель показывает им, что Он может совершить то и другое, говорит, что легче врачевать, душу или тело? Без сомнения, тело, но Вам кажется напротив. Итак, я исцелю тело, что на самом деле легко, а только Вам кажется трудным. И тем уверю Вас в исцелении души, что действительно трудно и кажется легким, потому только, что невидимо и необличаемо. Так поступает Господь с душевными немощами. Не только освобождает нас от грехов, но и подает нам силу для исполнения заповедей. Итак, и я, расслабленный, могу исцелиться, ибо и ныне есть Христос в Капернауме, в Доме Утешения, то есть в Церкви, который есть Дом Утешителя. Я расслабленный, потому что силы души моей недейственны и недвижимы во благо. Но когда четыре евангелиста возьмут и принесут меня ко Господу, тогда услышу слово Его «Чада». Ибо я делаюсь сыном Божиим через исполнение заповедей, и мне отпустятся грехи. Но как принесут меня к Иисусу, проломавший кровь? Что же кровь? Ум, как верх существа нашего. На этом крови много земли и черепиц, то есть земных гел. Но когда все это будет сброшено, когда будет разломано и освобождена от чажести сила ума, когда потом спущусь вниз, то есть смирюсь, я не должен возноситься вследствие обличения ума моего, но по обличению обязан не спуститься, то есть смириться, тогда исцелюсь и возьму одр мой, то есть тело, возбуждая лонное к исполнению заповедей. Ибо не только должно восстать от греха и познать свой грех, но и взять одр, то есть тело, для делания добра. Тогда можем достигнуть и созерцания, так что все помыслы в нас скажут, никогда не имели такого разумения, как ныне, исцеляясь от расслабления. Кто очищен от грехов, тот поистине видит. Марка 2, глава с 13 по 17 И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего сбору пошлин, и говорит ему, следуй за мною. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест смытыми и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет смытыми и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников, но грешников покаяния. Толкование по совершению чуда над прокаженным Господь уходит к морю, вероятно, ищая уединение, но народ снова стекается к нему. Познай же, что по той же мере, как ты станешь избегать славы, она будет гоняться за тобой, а ежели ты будешь гоняться за нею, она убежит от тебя. Вот и Господь только что удалился к морю, как народ опять бежит вслед за ним. Однако он и отсюда ушел, и на пути уловил Матфея. Именно ему теперь у Марка Леви есть Матфей, так как он имел два имени. Посему-то Лука и Марк, скрывая настоящее имя, называют его Левием. Но сам он не стыдится, напротив, откровенно говорит о себе. Матфея 9.9 Таким мы не будем стыдиться открывать грехи свои. Леви сидел у сбора пошлин, занимаясь по обязанности своей, или взысканием податей с кого-нибудь, или составлением отчета, или чем другим, что обыкновенно делали сборщики податей в местах своих занятий. Но теперь так оказался усерден ко Христу, что оставив все, последовал за ним и в великой радости созвал многих на обед. А фарисеи начинают винить Господа, представляя себя, конечно, людьми чистыми. Марков 2, глава, с 18 по 20 Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Толкование Иоанновы ученики, как еще несовершенные, держались иудейских обычаев. Посему некоторые из приходивших ко Христу представляли их в пример и винили его за то, что ученики его не постятся наравне с теми. А он говорит им Ныне я жених, нахожусь с ними, и потому они должны радоваться, а не поститься. Но когда я буду взят из всей жизни, тогда подвергаясь напастьям, они будут и поститься, и скорбеть. Называть себя женихом не только потому, что обручал себе детственные души, но и потому, что время первого пришествия есть время не плача и горя для верующих него, и не тяжелое время, но успокаивающее нас крещением без дел закона. В самом деле, что за труд креститься? И, однако, в этом легком деле обретаем спасение. Сыны брачные, суть апостолы, потому, что они исподобились радости Господа и соделывались причастниками всякого небесного блага и утешения. Можешь понимать и так, что всякий человек, когда совершает добродетель, есть сын брачный и доколе имеет при себе жениха Христа не поститься, то есть не оказывает дел покаяния, ибо зачем каяться тому, кто не падает? Когда же отымется от него жених Христос? Когда то есть он впадет в грех, тогда начинает поститься и каяться, чтобы уврачевать грех. Марка 2 глава 21 по 22 стих. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать мехи новые. Толкование как ни белина, то есть новая заплата по своей твердости только раздерет ветхую одежду. Если будет пришито к ней, и как новое вино по своей крепости разорвет старые мехи, так и ученики мои еще не окреплен. И потому, если обременим их, мы через это сделаем им вред, так как они по немощи своего ума похожи еще на ветхую одежду. Итак, не следует возлагать на них тяжелые заповеди поста. Или можешь и так понимать, Христовы ученики, будучи уже новыми людьми, не могут служить старым обычаем и законам. Марка 2 глава с 23 по 28 стих. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогу начали срывать колоссия. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего они должны делать. Он сказал им, неужели вы не считали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду, и взалкал сам и бывшие с ним. Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Иоафаре, и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы, посему сын человеческий есть господин из субботы. Толкование. Ученики Господа срывают колоссия, как приучены жить уже не по закону. когда фарисеи стали негодовать на это, то Христос заграждает им уста, указыванные на Давида, который по нужде нарушал закон при архиере Авиафаре. Бегая от Саула, пророк Давид пришел к всему архиерею и обманул его, сказав, что он послал царем по крайней военной надобности. Тут он ел хлебы предложения и взял обратный меч Голиафа, некогда посвященный им Богу. Означенных хлебов было 12. Они каждый день возлежали на трапезе, 6 на правой и 6 на левой стороне трапезы. Некоторые спрашивают, почему евангелист назвал здесь архиерея Авиафаром, тогда как книга царь именует его Авиамилехом, первого царства глава 21. Можно сказать на этом, что архиерей тот имел два имени Авиамилеха и Авиафара. Можно объяснить и иначе. Именно книга царств говорит о тогдашнем Иерее Авиамилехе, о евангелист Авиафаре, тогдашнем архиерее, и потому показания их не противоречат одно другому. В высшем смысле разумею это так. Христовы ученики идут в субботу, то есть в душевном покое. Суббота значит покой. Следовательно, когда возымели свободу от страстей и нападения бесов, тогда совершают путь, то есть делаются и для других путеводителем к добродетели, срывая и искореняя всякие земные и низкие мечтательные произрастения. Ибо кто предварительно не освободится от страстей и не настроит себя к тихому образу жизни, тот не может путеводить других, и мы для них вождем ко благу. Все, все, считай, мне пять минут, я слежу. Марка, третья глава с первого по пятый стих. И пришел опять к синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул и стала рука его здорова, как другая. Толкование. По случаю обвинения иудеями учеников за то, что они в субботу срывали колоссия, Господь и примером Давида уже заградил уста обвинителям. А чтоб и теперь еще более вразумить их, он чудодействует. Через это он выражает следующее. Вот как не повинны в грехе ученики мои, я и сам делаю в день субботний, являясь ей чудо. Ежели чудодействовать есть грех, то вообще и делать необходимое в субботу есть грех. Но совершить чудо для спасения человека есть дело Божие. Следовательно, не нарушать закона и тот, кто делает в субботу что-либо не худое. В переносном смысле суха бывает правая рука у всякого, кто не творит дел правой стороны. К такому человеку говорит Христос встань, то есть отстань от греха и стань посередине, то есть на середину добродетелей, так как всякая добродетель есть средина, не склоняющаяся ни к недостатку, ни к излишеству. Марка 3, глава 6 по 12 стих. Фарисеи, выйдя, немедленно составили сиродианами, совещание против него, кабу погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, и Эдумеи, и Зардана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве и сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали «Ты сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Толкование Кто такие были иродиане? Войны Иродовы или какая новая секта, признавшая Ирода за Христа по той причине, что при нем кончилось преемство иудейских царей? Пророчеством Якова определялось, что когда оскудеют князи от Иуды, тогда придет Христос. Бытие 49 глава. Какие князи? Князи. Князи. Оскудеют князи от Иуды. Так как во времена Ирода никто уже не был князем из Иудеев, но властвовал Ирод и на племени. Он был идумиянин. То некоторые приняли его за Христа и составили секту. Все это люди и хотели было убить Господа. Но он уходит, так как еще не настало время страдания. Уходит от неблагодарных мести и для того, чтобы облагодействовать большее число людей. За ним действительно последовали многие и он исцелял их. Даже теряне и седоняне получили пользу, несмотря на то, что были иноплеменники. Между тем иноплеменники его гнали его. Так-то нет пользы в родстве, если нет благонравия. Вот и чужие приходили ко Христу издалека, а иудеи гнали его, пришедшего к ним. Болезни много содействуют к вразумлению нашему, так что Бог наказывает нас семи ранами, как отец детей. В переносном смысле обратив внимание и на то, что Иисуса хотят убить иродиане, эти плотские и грубые люди. Ирод значит кожаный. Напротив те, кои вышли из домов из отечества своего, то есть от плотского образа жизни, те последуют за ним. Почему исцеляются раны их, то есть грехи, уязвляющие совесть, и нечистые духи изгоняются? Вникни наконец в то, что Иисус приказывает ученикам своим, подать лодку, дабы народ не стеснял его. Иисус есть в нас слово. Повелевающее, чтобы лодка наша, то есть тело наше, готово было до него, а не предоставлялось бы бури житейских дел, дабы эти толпы забот о делах не беспокоили живущего в нас Христа.